добрый вечер тем кто присоединился этим то надеемся еще присоединиться мы сегодня разговор о деятельности на химии и я напомню что на химия формально являлся с представителем персидской власти сатрапом провинции иудея личным посланником царя арток сердца и бы в этой должности он казалось бы не отличается от других сатрапов которые посылались те или иные области персидской империи однако уже в прошлый раз мы видели что так как если исходить из того что это что часть по крайней мере текстов книги на химии носит автобиографический характер только он описывает свою деятельность не вмещается конечно в рамки вот этого формальной должности потому что это несет себе личный отпечаток как бы отпечаток его личности которая которая болеет за свою землю и за свой народ при этом я еще раз напомню что он фактически по собственному желанию променял высокую дворцовую должность царским виночерпием на вот эту провинциальное назначение как если сравнить да время хрущев опасаясь опасаясь жукова отправил послом в одну из стран соцлагеря подальше от москвы на вот как бы это то что делает на химия сам собой отказа привилегированного положения персии и отправляется в провинцию с тем чтобы восстанавливать город своих отцов и русских при этом мы видели что у него есть соперники те которые его опасаются эти соперники названы по именам мы их обсуждали в прошлый раз санвалат ахурани то в я амони и гешим харади ты три руководителя и как мы увидим в дальнейшем сегодня по крайней мере у двоих из них есть очень тесные связи не просто с иудейским с иудейской знать а со священническими семьями вот поэтому та борьба которая здесь разворачивается она носит характер не просто борьбы иудейских возвращенцев те которые вернулись с неким окружающим населением которое им противостоит на самом деле деятельность на химии значительной степени направлена и во внутрь на он противостоит неким тенденциям внутри иудейского общества таким вот мы сегодня это увидим я сейчас открою файл застрял секундочку я его снова подниму лишнее закрою момент мы сейчас четвертой главе книги на химии тот держит перед собой тексты тоже том числе и с русским переводом значит деятельность на химии в первую очередь сосредоточено вокруг восстановления иерусалимской стены город в развалинах на химии оставить перед собой задачу его поднять из этих развалин при этом последний текст который мы с вами читали в прошлый раз содержал себя нас в себе насмешки со стороны противников на химии которые говорили что сожженные камни уже не восстанут на и вот он ставит перед собой задачу эти сожженные камни восстановить мы сначала почитаем когда санвалат тавия а также тут написано арави аравиты амониты и аждодиты то есть аждодиты это судя по всему под не потомки филистимлян когда они услышали о том что иерусалимские стены восстанавливаются им стало и это привело их в ярость и они устроили заговор с тем чтобы воевать против иерусалима воевать надо полагать это некоторое привлечение то что речь идет о реальных военных столкновениях а скорее о попытках попытках создавать препятствия этому строительству и мы говорит на химия молились нашим богу и установили стражу днем и ночью от них на чтобы не было никаких провокаций и дальше появляется как бы такой видимо открывок из этой молитвы сказал иуда на иуда в смысле иудеи нет больше сил а земли много и мы не можем отстроить стену враги наши говорят как они не увидят и не узнают и не увидят как мы придем к ним и убьем их и остановим их работу видимо это какой-то отрывок из молитвы и дальше рассказывается о том как на химия устанавливаю устраивает стражу и надзирает над работами он говорит он сказал так не бойтесь их то есть не бойтесь наших врагов помните помните господа великого страшного воюйте за ваших братьев ваших сыновей дочерей джон и и за ваши дома а то есть он как бы берет на себя роль вдохновителя этой стройки не просто надзирательного и вдохновителя и когда услышали наши враги что нам стало известно о их происках и что расстроил бог их замысел и мы все все восстанавливаем стену каждый делает свою работу говорит о том что с того самого дня есть половина людей которые занимаются работой а половина стоят на страже и строительство продолжается после чего сообщается о том что на химия обращается к руководителям народа о том что работа еще много а мы при этом при этом на строящих мало мы рассеянны по стене и находимся в отдалении друг от друга поэтому нужно трубить в рог а если что-то происходит если вы услышите звук рога то собираетесь собирайтесь приходите к нам и бог бог будет воевать воевать за нас здесь как бы звучит звучит такая иллюзия на известное место из книги шмот где говорится ашэм и лохэм лохэм бог с нами и вот он говорит ночью происходит мы охраняем стену днем делаем работу и в том числе что касается самого 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 на химии то то и всех близких нему то они не снимали даже он говорит свою одежду только когда шли умываться а так работа шла постоянно и как дальше будет сказано она продолжалась 52 дня за 52 дня восстановили стену в шестой главе говорится о том что все те же враги те же люди которые строят козни против проекта на химии которые строят стену они пытаются пойти другим путем с тем чтобы помешать этой работе они посылают посланцев к на химии и предлагают встретиться в некоем месте которое называется кферим в долине он значит это получается севернее иерусалима ближе приближная низменность хотя мы точно не знаем где находится место кферим но на химии убежден что это ловушкой что они хотят совершить по отношению к нему что-то дурное и я отправил к ним послов и сказал меня слишком много работы и я не смогу прийти к вам зачем же работа должна быть остановлена из-за того что я к вам приду и так говорит он они послали ко мне четырежды я все время отвечал им одно и то же их тогда сан баллад руководитель этой антинахимеевской коалиции посылает своего человека в пятый раз и на этот раз с письмом в этом письме значит говорится так вот ты и все и все иудеи собираетесь восстать поэтому то ты строишь стену и ты хочешь быть царем это единственное место фактически в книгах эзера и нехеме где вообще упоминается царство мы уже говорили о том что мы читали книги пророков за хага и захарий там была очень сильно вот эта струя стремление восстановить род давида и в зарубавели руководители вернувшихся в ту пору видели некоторую возможность восстановления царства давида но этому не суждено было реализоваться а что касается книг эзера и что один из руководителей народа то того времени ни эзера ни нахимея ни какие-то другие люди близкие к ним не пытаются восстановить царство то есть все что они делают это попытка создать некую религиозную общину живущую относительно автономно в рамках персидской империи и возможно это стремление продиктовано с одной стороны тем что обжегшись на молоке дуют на воду не хотят больше конфликтов с персидской властью с тем чтобы сохранить то малое что есть как впоследствии талмуд припишет раббану йоханану бен закаю который выйдет к римским кремлянам на он захочет спасти то что можно спасти нахама пурта малое малое спасение он не ищет власти ищет только дай мне явные и мудрецов вот так и здесь это возможно одна причина а другая причина вполне возможно кроется в том что в принципе авторы этих книг эзра и нехемии не лелеют мечтаний связанных с восстановлением царства то есть как бы для для них это не является неким идеалом а скорее идеалом является своего рода такая замкнутая теократическая община сейчас полсекунды можно снова вот в нашем контексте обвинение в том что нахемия хочет стать царем это попытка подвести его под удар потому что если такую такой донос попадет персидскому царю то вполне возможно нахемию будет ждать судьба любого другого бунтовщика более того они утверждают согласно этому описанию что нехемия установил тут говорится пророков это как бы единственные пророки которые до сих пор упоминались это все те же хага и захария но это было предыдущую в предыдущий период времени времена зарубавеля с тех пор мы ничего не слышим о пророках мудрецы талмуда говорят о том что хага и захария и малахи это последние пророки это как раз начало возвращения из вавилона персидского плена и вот здесь нахемия обвиняют в том что он специально как бы назначает пророков с тем чтобы они воцарили его в иерусалиме провозгласить в иерусалиме что есть царь в иудее пророки мы помним о том что одна из функций которую они исполняли иногда это как раз помазание на царство так например шумуэль книги шумуэля помазывает на царство сначала шаула потом давида помазанием занимается пророк натан когда помазывает на царство шломо есть и другие истории и вот как бы здесь казалось бы повторяется то же самое и они ему угрожают сейчас это будет передано царю поэтому мы тебе советуем пойдем и по переговорим вместе значит как бы чтобы найти какой-то возможный компромисс на это нахемия опять же отвечает абсолютно жестко и прямолинейно все это ложь ничего такого не было ты это придумываешь ибо на как бы добавляет уже от себя все нас все запугивали все пытаются запугать нас с тем чтобы мы больше не могли работать чтобы ослабели говоря ослабели ослабеют руки и они не смогут закончить работу но 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 работа будет закончена обещает нахемия потом рассказывается о том что он пришел в дом некоего человека которого зовут шмая бен далья он появляется только здесь про него сказано такое странное не очень понятное выражение по какой-то причине он не может выйти из своего дома мы не знаем этой причины комментаторы предлагают разные возможности начиная от ритуальной нечистоты кончая какими-то политическими дрязгами и этот шмая говорит давай мы встретимся в храме в доме божьем закроем двери храма потому что и ты там спрячешься потому что тебя хотят убить этой ночью на что нехемия отвечает разве такой человек как я может убежать и разве такой человек как я может войти в храм и остаться в живых я не пойду значит тут надо понимать что вход в храм без какой-то в принципе внутрь внутрь храмового помещения невозможен для человека не имеющего священческого или левицкого статуса и поэтому по всей видимости по примере опять же так некоторые комментаторы это понимают нехемия чувствует здесь подвох или ловушку то есть его пытаются заманить храм с тем чтобы возможно не столько даже убить его потому что убийство храме это совершенно скандальное происшествие сколько объявить о том что он не уважает законы тор на следующем стихе здесь говорит я понимаю что не бог послал его этого человека интересное что он он называется здесь тоже пророком кеннивуа дибералай он произнес обо мне пророчество при этом имеется ввиду что пророчество ложное и и санвалат и товия наняли его с тем чтобы напугать меня с тем чтобы я согрешил и обо мне бы распространялась клевета вспомни же бог мой тови и санвалату их дела а также но оде пророчицы и другим пророком которые пугали меня сделаем здесь маленькую остановку во первых это место удивительно тем что здесь упоминается пророчица вообще пророчица нахи очень мало их можно пересчитать по пальцам одной руки хотя потом мудрецы талмуда трактате могила добавляют еще целый список но те кто действительно называется словом пророчица это фактически четыре фактически четыре женщины это сестра моши мирьям называется книги шмот мирьяма гневиа это двора в книге судей двора гневиа это книги царей хульда во времена царя юшия и вот эта женщина которая здесь называется но одья любопытно отметить что подобно тому как книги эзра и нахемии в частности вот эти вот эти воспоминания нахемии не выражают никакой симпатии к институту царства и царь здесь предстает как возможность иудейского царства предстает здесь как клевета со стороны врагов и как угроза также точные пророчек пророки и пророчицы здесь представлены как некая угроза направленная в адрес нахемии наняты его врагами любопытно отметить в этой связи что институт пророчества как многие исследователи замечали так или иначе связан с институтом царства они фактически на протяжении истории первого храма сосуществует исчезает институт царства постепенно уходит институт пророчества потому что как бы пророчество и царство были связаны такими узами как сказать и позитивными и негативными одновременно с одной стороны как я уже говорил пророки помазывали царей на царство а с другой стороны пророки обличали царей и преследовались ими нет царей нет и пророков и те пророки которые на данный момент существует это пророки которых он не называет здесь уже пророками такого термина в танахе нет но это пророки к наняты для того чтобы распространять запугивать и распространять клевету и как мы видим все это не помогло врагам на химии в течение 52 дней строительство стены было закончено и когда говорит он наши враги услышали и увидели то что произошло им стало очень плохо и они поняли что раб работа это происходило от бога да и хотя слову пророк повторение упоминается сам на хэме он не утверждает касательно себя что он пророк но как как бы пророчествует но он фактически намекает на то что его деятельность направляется свыше от бога и он жалуется здесь что в те дни многие из аристократии иудейской приходили кто в и были связаны с ним клятвой и более того были браки заключались между семьями иудейских аристократов и семью и тоби и пытались более того защищать его перед нехэми а и слова на хэме передавали тови а тови переслал письма с тем чтобы пугать меня а то есть из этого текста мы понимаем что борьба что вот этот единый фронт который был изображен до сих пор на самом деле совсем не такой единый то есть было несколько групп в народе была группа сторонников нехэми которая участвовала в его проекте а были те которые считали что вот эту стену которая с одной стороны восстанавливает иерусалим но с другой стороны отделяет иудейских вернувшихся из плена иудеев от окружающего населения как бы изоляционирует их что эта стена как бы становится символом этой изоляции и они этому пытались противостоять и среди тех кто это делал были во первых семьи иудейских аристократов а с другой стороны мы увидим дальше были и семьи священников в седьмой главе рассказывается о том что когда семья стена была построена то были поставлены там стражи певцы левиты и нехэмия обращается к окружающим его и говорит пусть не открывают ворот иерусалима до дневного зноя чтобы только днем были открыты ворота а ночью должно нужно закрывать и по-прежнему охранять в двенадцатой главе и генахеме описывается празднование празднование связанное с окончанием строительства стены так и называется ханукат хомат иерушалай начиная с 27 стиха во время освещения иерусалимской стены разыскивали левитов с тем чтобы привести их в иерусалим чтобы они пели участвовали в этом празднестве играли на музыкальных инструментах они собираются там называется тут по именам и описывается праздничное шествие которым участвуют священники и левиты приносятся жертвы и радуются ки бог ибо бог дал великую радость и услышана была эта радость иерусалима на большое расстояние и жертву принесли в тот день многочисленные веселились и в тот день были назначены люди над специальными складскими помещениями в храме то есть храм стал нормально функционировать как считает нехемия после того что была восстановлена стена и не было больше угроз такой вот торжественное окончание этого рассказа из которого из которого мы понимаем да если мы подытожим то что мы сказали и так нехемия формально персидский сатрап который должен следить за порядком провинции иуд иудея за тем чтобы исправно выплачивались налоги но нехемия не ограничивается этой деятельностью нехемия создает из пепла иерусалим и создает новую общину которая сконсолидирована вокруг него превышает ли он свои полномочия сказать однозначно трудно мы видим что враги его 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 недруги грозят ему тем что будет отправлен донос в персию к царю будет утверждаться что он превысил свои полномочия и пытается объявить себя царем но все происходит настолько быстро по крайней мере по описанию нехемии за 52 дня меньше чем за два месяца что ничего сделать уже не удается обратно это уже не повернешь да и хотя формально нехемия действительно избегает каких-либо каких-либо титулов или даже намеков на титулы такого неформального вообще руководителя общины если не царя то какого-то вождя а фактически он таковым является фактически он таковым является есть что-то мессианское в его образе хотя опять же он бежит от таких таких терминов но фактически в каком-то смысле в нем можно увидеть спасителя иерусалима также точно как в эзре можно увидеть как бы человека который продвигал изучение торы и в этом смысле как бы спас ее от забвений для сравнения я бы хотел чтобы мы прочли еще один маленький текст который находится в книге и шаяу это 60 глава которая принадлежит тому корпусу пророчеств что создавался вот именно в эпоху начала функционирования второго храма и разница между тем как нехемия описывает строительство иерусалима и строительство стены вот такой своими силами человек по энергии его можно может быть можно сравнить с такими людьми как не знаю животинский или бен-гурион каждому возникнуть свои ассоциации но он человек практик на он как бы стремится сделать что-то совершенно реальное а вот как выглядит это в утопическом видении а говорит пророк и построят инородцы твои стены и цари их будут служить тебе ибо я в гневе своем наказал тебя и в благоволении своем пожалел тебя и от будут открыты ворота твои как бы и откройте ворота ваши всегда днем и ночью они не будут закрываться приводить с тем чтобы приводить туда привозить туда богатство народов и их цари будут приведены от народы царства которые не будут служить тебя тебе сгинут и народы будут уничтожены разрушены к тебе будет принесено величие ливана то есть видимо ливанские кедры и кипарисы и другие деревья с тем чтобы возвеличить украсить храм и пойдут они к тебе сагбенно те кто мучили сыновей твои и поклоняться все те кто поносили тебя и будут называть тебя город господин циен святой израиля значит мы в каком-то смысле при том что и текстных ими и тексты шаяу направлено одно на восстановление иерусалима на как бы восстание из пепла они противоположным образом изображают это практик нехемия говорит ночью ворота закрыть днем открыть строим сами ни в чьей помощи не нуждаемся отделяемся от других здесь в этом видении пророка все выглядит иначе бывшие гонители сагбенно приходят в иерусалим и служит народу израиля приносят свои богатства в храм думается что автор книги нехемии будь то сам нехемия будь то кто-то записывал след за ним очень скептически бы отнесся к такому пророчеству и во всяком случае вряд ли стал бы его продвигать из опасений того что она может лишь навредить значит перед тем как я дам вам возможность задать вопросы я бы хотел еще несколько вещей упомянуть связи с нехемией то есть я сначала да расскажу все что хотя у меня есть а потом в конце занятия вы сможете задать вопросы и сделать свои замечания есть еще одна сторона деятельности нехемии я разделил их на две части одна это была работа так сказать политические политическая государственная а другая социально-религиозная нехемия выступает здесь как не просто как человек который радеет о том чтобы иерусалим поднялся из пепла но и чтобы был социальные отношения были установлены справедливые то есть опять же он избегает того чтобы его называли царем но в каком-то смысле он предстает здесь как справедливый вождь царь именно так пророки израиля в том числе и шаяу бенамот свое время описывали будущего царя из дома давида который должен будет установить справедливость и и как при котором закончится конфликты и беды в народе и вот пример нехемии приносит жалобу народа на то что бедные бедные люди вынуждены продавать продавать свои свои иду и самих себя в рабство чтобы не голодать когда он это слышит когда он то слышит все эти жалобы и он обращается опять же к руководству общины как тут сказано хорин вас ганим а хорин буквально свободные люди на их хорин сганим это опять же не в современном понимании этого слова сган а это заместитель а это как бы руководитель руководитель как слова сохран одного и того же корня на самом деле слова вот и он им говорит как же вы как же вы поступаете таким образом вы взимаете большие проценты из братьев своих вот мы выкупили своих братьев видимо из плена которые были проданы другим народом а теперь а теперь а теперь вы продаете братьев своих чтобы продали их нам говорится здесь о том что им нечего было ответить ответа у них не было бы яхришу веноматс удавар и он их снова укоряет и говорит вы поступаете нехорошо вы поступаете нехорошо ведь вы должны испытывать страх перед богом нашим чтобы не стать позором наших врагов вот и я и мои братья мы тоже взимаем с бедных деньги хлеб так давайте же прости вам этот долг прости вам этот долг и вернем их их поля и награде возвратите их поля виноградники дома и под давлением нехемии они соглашаются он зовет говорится священников заставляет их поклясться чтобы это дело было сделано и все говорят амин и восхваляют бога дальше он рассказывает о себе самом бы не забывает самого себя и на хаме говорит так стихе 14 с того дня когда царь назначил меня быть наместником в иудеи 12 течение 12 лет я и братья мои не злоупотребляли должностью сатрапа буквально как тут говорится не ели хлеба наместнического а вот те которые были до меня наместники не знаем кто это что это за люди те которые были до меня угнетали народ и брали в них хлеб и вино и деньги и их слуги властвовали над народом я же не делал этого из страха перед богом я занимался строительством стены и не покупал полей затем рассказывается в десятой главе а я как бы перепрыгиваю через главу потому что нарратик здесь не очень последовательный вот десятой главе рассказывается о том что была подписана под руководством нехемии некая петиция не петиция некий договор называется словом амана и в этот договор устанавливает своего рода законы помимо законов как бы есть закон туры а есть некие социальные уложения на это как своего рода нельзя сравнить то пожалуй с устной туры и там скажем с галахой а как своего рода такая мини конституция государственная которую устанавливает теме для для общины он причем как бы это некий запечатанный документ и он один из тех кто свидетельствует по поводу этого документа что же именно они подписывают в чем тут каковы каковы каково каково это вложение ну во первых следовать торе божий которая дана через муше раба божьего исполнять все запады во вторых когда народы земли то есть окружающее население приносят свои товары в шаббат субботу с тем чтобы продавать не покупать у них в шаббат а также соблюдать седьмой год и прощать долги часть законов которые здесь перечисляются касается того как исполняется как исполняется храмовое служение какие именно налоги на храм нужно сдавать какие жертвоприношения приносить вот и помимо прочего как бы один из таких центральных мотивов ни в коем случае не заключать братья с не заключать братья с окружающими народами то что мы уже не раз обсуждали то есть если деятельность эзры была целиком и полностью сосредоточена как это описано вокруг распространения закона торы то деятельность нехемия носит более разнообразный характер это и политический вождь и социальный лидер и последнее что рассказывается касательно нехемии в одноименной книге оказывается что на химия побывал роли сатрапа дважды по истечении первых 12 лет он вернулся в персию собственно в начале в первой главе говорилось о том что царь дает ему возможность быть сатрапом какое-то ограниченное время и он возвращается в персию но как будто что-то тянет его обратно на он не может там усидеть этот человек который опять же так это здесь описано меняет спокойно и благополучное состояние на вот такое нервное нервная и и полная опасности и конфликтов состояние жизнь до руководимый вот этим своим внутренним долгом да он говорит что не был в иерусалиме но и отпросился снова у царя не ясно сколько времени прошло у лекет сиамим ниш альти мин хамеле и он приходит в иерусалим и снова начинает вот эту свою бурную кипучую деятельность по пресечении того что он считает злом он обнаруживает что священник первосвященник ильяши делает тови тому самому тови который мы упоминали установил ему некого некое помещение в храме во дворах дома божьего говорится очевидно что когда нехемия ушел уехал из иерусалима те круги которые помощи священнические которым он противостоял снова как бы восстановили свое влияние их можно назвать антиизоляционистскими кругами вот они как бы снова завязывают связи с тем же томи интересно что в книге на хэме есть два как бы разных восприятия священников с одной стороны такое как бы немножко лубочная те священники и левиты которые говорят аминь на все что говорит на хэме и реальное описание тех кто противостоит ему а мне было очень горько говорит он я очень рассердился и выбросил все вещи тови из оттуда и очистили мы снова храм и и я видел что левитам не приносят им их десятину я это восстановил и снова звучит такое как бы уже это встречали в одной из глав вспомни мне бог это чтобы не стерлись милости который я делал в доме бога а кроме того он видит что в эти дни как тут сказано я вижу что в иудеи приготовляют то давят виноград на вильнях в шаббат а также приносят различный груз и продают шаббат я укорял руководители иудеи говорил им что же вы такое делаете и оскверняйте день субботний так вот делали отцы наши и бог привел на них беду на них и на этот город а вы еще и добавляете гневу оскверняя субботу и когда перед субботой тень падала на ворота я отдал приказ и заперты были ворота и не открывали их до окончания субботы чтобы никто не мог приносить в иерусалим товары и торговать это надо сказать тоже такой любопытный очень момент ну как бы отдельная тема но в торе мы не находим какого-то четкого реестра списка запрещенных в субботу дел работ поэтому мудрецы талмуда разработавшие так называемую систему 39 работ как бы при помощи галактического мидраша вывели эти законы из торы но что любопытно в торе самой ни слова не говорится о запрете торговли в шаббат по сути дела эта идея появляется только в эпоху второго храма и она ставится в центр всего никакие другие запреты связанные с шаббатом нехемия здесь не упоминает он упоминает именно это это становится как бы центральным мотивом связанным с шаббатом и осквернением шаббат более того никто и нигде больше на втанахи не говорит о том что за торговлю в шаббат бог навел на иерусалим беду и разрушил его как бы мы видели что говорилось что за смешанные браки было наведено иерусалим был разрушен здесь добавляется еще одна причина осквернение субботы именно вот таким вот образом кстати для мудрецов талмуда торговля в шаббат не является частью так называемых 39 запрещенных работ это как бы то что просто называется будничные занятия которые которых нужно избегать они а вот не сами эти работы у них имя и повторяю это становится центральным мотивом и наконец и наконец есть еще один момент на который я хотел бы обратить внимание где нахемия становится своего рода или эзером бен юдей значит он как говорится в 23 стихе я видел снова поднимается мотив смешанных браков я видел как в эти дни иудеи снова брали в жены женщин аждотских аманитянских и моавитянских аждотских это опять же какие-то потомки филистимлян оставшиеся и но что интересно в книге эзер говорится что ужас состоит в том что как бы смешивается священное семя зеро кодыш с нечистотой окружающих народов здесь главным является языковой момент их сыновья говорит он говорят наполовину по аждотски на половину и и плохо знают еврейский язык и я ссорился с ними и проклинал их и бил их и рвал им волосы на голове и заклинал их богом не делайте этого это страшный грех этим грехом смешанные браки согрешил царь шломо а ведь не было среди царей царя подобного ему во всем израиле и тем не менее женщины и народки ввели в грех его но опять же повторяю здесь книги на хэме главный результат этого греха это потеря национальной идентичности это потеря языка и заканчивается книга все тем же призывом помни мне бог мой этого блага за храли и луга и литова и итог я сейчас дам возможность спросить у нас будет в конце занятия еще один маленький текст и я сейчас как бы сразу же задам вопрос связанный с этим текстом которым пока еще не открываю но в целом да понятно что на хэме фигура очень яркая настоящий лидер вождь который пытается в каком-то смысле восстановить иудейскую общину во всех проявлениях политическом социальным этическом религиозным до его деятельность гораздо более широкая чем та которую вел согласно одноименной книги эзра опять же повторяю его можно сравнить сравнить эзру сравнивают с мошэ можно сравнить если говорить о начале эпохи сионизма с каким-нибудь из крупных раввинов можно вспомнить образ равакука на хэме можно сравнить с разными политическими повторяю деятельными будь то ге будь то елиза бане уда будь то бен-гуреон или жаботинский как бы все они в одном лице и тем не менее Я сказал на предыдущем занятии, мудрецы Талмуда как бы забывают о нем. Не совсем забывают, конечно. Он упоминается. Но в центр выдвигается Эзра, именно Эзра. А Нахемия уводится в тень. Возникает вопрос, почему? В самом конце занятия мы сегодня на этот вопрос попытаемся ответить, прочтя один маленький отрывок из Талмуда. Но перед этим, если у вас есть вопросы и замечания, то и самое время их задать сейчас. Пожалуйста, можно включить микрофон и задать вопросы, если такие имеются. Хорошо, если народ думает, так я как бы вот этот вопрос свой озвучу. Почему же Нахемия, не то чтобы он не забыт, конечно, не забыт, он упоминает Талмуда, но он как бы вводится в тень. И ведь не потому, как, скажем, с маковеями, с хасманейскими царями, которые как бы в глазах мудрецов узурпировали власть, которые слишком много, которые на определенном этапе слишком эллинизировались, были в контакте с противниками фарисеев, с саддукеями. Не в этом причина. Во всех этих отношениях Нахемия абсолютно чист. Он как бы проводит линию, которая достаточно близка мудрецам по духу своему. Так почему же? Может быть, у кого-то есть идея, что в образе Нахемии могло оттолкнуть? Вот этот текст, который я хочу вам представить. Это текст из Вавилонского Талмуда. Текст из Вавилонского Талмуда, трактат Сенгидрин, лист 93. Тут говорится так. Говорится, что Нахемия был фактически автором, с точки зрения мудрецов, книг Эзра и Нахемия. Ему приписывают создания этих книг. И Талмуд спрашивает, а почему же тогда именем Нахемии не названа вся книга? И на это отвечает один из мудрецов, Раби Ирмия Бараба. На иврите это звучит так. Потому что он страдал самомнением. Он все время выпячивал свои заслуги. Вот это звучит как рефрен в несколько раз. Помни, это не Бог мой во благо. Тогда Талмуд говорит, но в конце концов, и Давид тоже в Псалме говорит. Вспомни обо мне, Господь, когда ты будешь спасать. Давид, говорит Талмуд, просил милосердия. Он обращался с молитвой, просил милосердия, а не просил помнить о его заслугах. А кроме того, тоже любопытно, добавляет еще один мудрец, Раб Иосиф, Амора. Потому что Нахемия, говорится здесь, Он говорил дурные вещи о тех, кто были до него. Мы читали только что этот текст. Он говорил, что вот я не эксплуатировал народ, а те сатрапы, которые предшествовали мне, отягощали жизнь народа. Мудрецы Талмуда очень часто предупреждают против нанесения словесных обид, то, что называется «рошонара». Естественно, в лицо человеку. Это называется «ля альбин» «наихаварубэ рабим», если человека позорят прилюдно. Но даже если и в его отсутствие, это «онаад дворим» такой есть термин, «онаад дворим» это обиды, словесные обиды. И вот Талмуд ставит в укорный хемии то, что он выпячивал свои заслуги, при этом, даже если эти сведения справедливые, но он очернял предшественников. Интересно, что он здесь говорит. И хотя Нехемия ни словом не упоминает Даниэля, о существовании которого, возможно, и не догадывается, дойдем через несколько занятий, через одно занятие до книги Даниэля, поговорим об этом. Но для мудрецов Талмуда все это как бы вместе идет, книги Даниэля, Изра и Нехемии. И вот говорят, что Нехемия говорил дурное и о Даниэле. Хотя Даниэль, согласно книге Даниэля, не находился в земле Израиля, а был только в изгнании в Вавилонии. Но тем не менее, вот те, кто были до меня вожди народа, они были плохи. То есть одна из добродетелей, которую Талмуд постоянно подчеркивает, которая должна быть у человека, это скромность. И, видимо, вот это такая нескрываемая гордость Нехемии своими успехами, своими заслугами и настоятельная, назойливая требование или просьба по отношению к Богу, чтобы он это не забывал, видимо, это то, что отталкивало мудрецов Талмуда от его образа и как бы в центр был выдвинут Эзра, который был сравнен сравнен с Моше. Вот здесь мы поставим точку. Значит, опять же, если есть вопросы, замечания, то их самое время задать. Ну, я как бы держу все время, скажу, когда вы скажете, или я пропустил просто, я не знаю. Он действовал по какому-то пророчеству или нет? Мне кажется, это гораздо важнее, чем все его, так сказать, лично. Значит, смотрите, я уже сказал, имеет, что пророчеств в книге Нахемии, сам Нахемия, если он пишет это, он всячески избегает какое бы то ни было, какие бы то ни было утверждения, связанные с тем, что он является фигурой, посланной Богом. Это он избегает, потому что все это как бы создает некий мессианский ореол, которого он не хочет себе. Поэтому нигде не говорится о том, что он обладает некой монополийной пророчества. Наоборот, я уже сказал сегодня, что пророки в книге Нахемии это отрицательные персонажи. Это нанятые его врагами люди, которые пытаются настроить окружающих против него и его запугать. Поэтому об этом речи не идет. Но при этом вся деятельность, которую он развивает, она как бы направляется с точки зрения автора самим Богом. Бог этим стоит. Кто это говорит? Кто это признает? Он сам? Это сам Нахемия. А вот если сравнить с Эзрой, у него такая же ситуация была? То есть он тоже без пророчества, без того, чтобы кто-то пророчествовал, что он должен что-то сделать или что должно быть сделано. Да, этого не говорится. В книгах, в обеих этих книгах Эзра и Нахемии, хотя в книге Езы упоминаются пророки Хагай и Захария, между прочим, те, которые действовали во времена Зарубавеля. Но вообще, да, повторяю, избегается как идея царства, так и идея пророчества. Это как бы некий другой мир, отличающийся от книг самих Хагая и Захарий, которые пронизаны действительно пророческим духом и идеи восстановления царства Давида. Ничего этого нет, да, здесь как бы моредин профиль, то, что называется на иврите, как бы снижают профиль. Вот, и я специально сравнил текст Нахемии с текстом из книги Ишаяу, из того, что обычно называют Третьей Мессией, пророком, действующим в начале функционирования Второго Храма, который совершенно иначе видел эту картину восстановления Иерусалима, такую утопически идеальную, где другие народы служат Израилю, Нахемии. Основная идея отделиться, отделиться, создать свою общину. Ну вот, по-моему, такая гордость, которая, так сказать, она признается, в общем-то, в Танахе, что вот, чем человек может гордиться, да, я уже не помню, как это там формируется, вот тем, что он как бы близок к Всевышнему, что он выполняет его, так сказать, волю, вот этим человек может гордиться. Ну, смотрите, про гордость не говорится, про гордость не говорится, не то, чтобы гордиться этим. Но, а, я понимаю, о чем вы говорите. Если вы имеете в виду стих из книги Ермияу, что человек может похваляться тем, что он знает Бога, так что, но там это в контрасте с богатством, с силой, с мудростью, что вот единственное, чем может человек хвалиться, это знанием Бога. Но здесь, во-первых, это другая совершенно книга. Во-вторых, здесь Нахемия гордится не знанием Бога, а тем, что он совершает некие поступки, которые ведут к тому, что народ Израиля усиливается, и он просит Бога, чтобы тот об этом не забыл, как бы, помнил о добрых делах, которые он, Нахемия, сделал. Немножко другой акцент. Я понял, да. Еще вопросы, замечания? Если можно, я бы хотел спросить такую вещь, вот то, что ты сказал про Нахемию, и такая, в общем, отрицательная позиция Хазаль, что-то, типа, даже Рецехофи, скажем так. Ну, по отношению к, ну, не Рецехофи, но, во всяком случае, как бы, понижение, да? Да. Окей, а вот, то, что касается Эзры, эта тема, как бы, присутствует или нет? Так, ну, я же сказал, что Эзру, наоборот, всячески возвышает. А, окей, начиная правильно. Ну, во-первых, от имени Эзры практически ничего нет в самой книге, а то, что есть, еще под вопросом, насколько это, действительно, слова самого, могут быть слова самого Эзры. Но главное, что с точки зрения мудрецов, Эзра себя не восхваляет. То, что приводится от имени Эзры, от имени самого Эзры в книге Эзры, это его молитвы, просьбы помочь Израилю, не гневаться, рассказ о расстройстве смешанных браков тоже от имени Эзры. Да, понятно. Как бы, поэтому, это не мешает мудрецам. Ну, вот, может быть, я тогда делаю такое, ну, как бы, я не знаю, смелое это положение, да, но немножко в тему того, что ты говорил. Может быть, в глазах мудрецов, Хазаль, их пугал образ человека, который, ну, скажем так, в рамках терминов нашего дня, который был на уровне, ну, не знаете, не Бен-Гурион, да, то вот что-то такое, как бы, сианистский лидер, правильно? Который слишком много вытягивает самого себя. Да, потому что чистая позиция изучения Торы, вот, как бы, все религиозные законы, вот, разорвался бы эту схему, а Нехемия, по-видимому, он, как бы, выпадал из этого и представлял некоторую, ну, не опасность, но, понятно, другое направление. При том, что, как бы, сами направления его деятельности, как таковые, не вызывают никакого, никакой критики, не всячески поддерживается, но его, как бы, личная позиция, она подвергается критике. Я в качестве промо, значит, мы до сих пор последний ряд занятий занимались ситуацией Израиля, вернувшегося из плена, иудеев, вернувшихся из плена в земле Израиля. На следующем занятии мы поговорим о диаспорах. Мы поговорим о диаспорах, сравним то, что есть на эту тему в Танахе, с тем, что есть в источниках вне Танахических, в тех текстах, которые до нас дошли, да, есть Месопотамская, Вавилоно-Персидская, Вавилоно-Персидский архив, описывающий жизнь иудеев в изгнании там. И у нас есть архив Элефантины, Ева, еврейского гарнизона, находившегося верхним, находившегося в Египте, в Нижнем Египте, в Исуане. Вот мы как бы поговорим на эту тему, сравним то, как Танах представляет эти диаспоры, с тем, как они описаны в этих архивах. Уже еще маленький вопрос. Улица в Небраге, которая называется именем Нехемия, это в честь его или какой-то другой? В честь его, нет, в честь его, но дело в том, что, опять же, Нехемия это Танахический герой, персонаж, подчеркивают, не то, что его предали, не дай бог, астракизму, отовсюду изгнали, нет, он присутствует, и просто как бы он уходит немножко в тень Эзры. В самом Танахе совершенно не очевидно, они как бы в чем-то равновелики, а в каких-то отношениях Нехемия его даже как бы заслоняет собой, как Иошуа, может быть, скажем, заслоняет собой немного Моше, и поэтому мудрецам это не нравится, они пытаются восстановить справедливости в отношении Моше и Иошуа, подчеркнуть, что ни в коем случае не надо думать, что Иошуа в чем-то превосходит Моше, и также точно и Нехемия, значит, он должен с их точки зрения знать свое место, он под Эзрой, прежде всего, как бы религиозное руководство Эзры, сегодня мы сказали раввин, а уже потом политические деятели, политические вождь. Можно вопрос задать? Да, пожалуйста. Я так понимаю, что во времена Эзры и Нехемии среди еврейского народа пророки были еще, а когда пророчество вообще превратилось? Смотрите, это вопрос, который на самом деле потребовал бы у нас совершенно отдельного занятия, и мы его, наверное, даже и проведем в какой-то момент, на этот вопрос нет однозначного ответа. Это зависит от того, кто этот ответ дает. Если вы спрашиваете все тех же мудрецов Талмуда, то они дают некоторый спектр. Они говорят, что пророчество либо прекратилось в начале персидской эпохи, вот как бы последние пророки это Хагай, Захария и Малахи, либо по другому мнению, которое выражается в таком произведении Седору Ламраба, пророчество прекращается к моменту появления Александра Македонского, к моменту окончания персидской эпохи, когда, с точки зрения мудрецов, прекращается написание священных книг в их глазах, но в глазах других людей, живших как до мудрецов, так и одновременно с ними, пророчество от них не закончилось. Если мы спросим кумранитов, пророчество во всей видимости не закончилось. Иосиф Лави описывает разного рода пророков в конце эпохи второго храма, не говоря уже естественно о ранних христианах, которые еще тогда так и назывались, но как бы те, кто создавали эту будущую новую религию, скажем, Павел и другие авторы, в их глазах пророчество если и затухло на какое-то время, то теперь обновилось. То есть это вопрос совершенно особый и отдельный. Я подчеркиваю и повторяю, книги Эзра и Нахеми, их авторы избегают упоминания пророчества. они следуют тому видимо мото, которое появляется в конце книги Малахи, где говорится Зихру Торат Моше Авди. Помните закон или Тору Моше Раба моего. Все, эпоха пророчества завершена. Теперь Тора, только она перед вами. Вот в этом договоре или декларации, которую я упоминал Нахеми, вот там она, там упоминается Тора, не упоминаются слова пророка. Нигде не говорится, что надо слушать пророка. Надо исполнять слова Тора. То есть с точки зрения вот всей этой, всего этого движения, которое действительно продолжилось в раввинистической литературе, пророчество здесь заканчивается. но с точки зрения других групп оно продолжается. Окей. Ну, хорошо. Я предлагаю, может быть, мы закончим на этом, если больше вопросов. Сегодня мы закончим, а по поводу пророчества еще будет возможность поговорить отдельно. Окей. Тогда мы сегодня заканчиваем. Всем спасибо. очень интересно было. Хорошо? До всем. До следующих встреч. Всем счастливо. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин